Ребята, всем привет! Сегодня в интернете я нашла несколько крутых способов разнообразить завтрак из яичницы. Я каждое утро задаюсь вопросом, ну что приготовить Диме из нового? Что, как подать красиво? Хочется быть хозяйкой, хочется сделать красивый завтрак, поставить рядом кофе с молоком. И пошла в интернет, значит, искать эти всякие штучки, дрючки. И что я нашла? А что я нашла, я вам покажу сегодня, потому что я хочу с вами поделиться, чтобы вы тоже делали красивые завтраки, подавали своим мужьям, радовали их, а возможно, какой-то из мужчин увидит моё видео и подаст такой красивый завтрак своей жене. Поехали! Итак, что же мы с вами делаем в первую очередь? Мы с вами разбиваем яйца. Добавляем с вами специи. Немножко сушёного чесночка. И взбиваем. После того, как вы хорошенечко взбили яйцо, готовим вот такой вот рукав кондитерский, в который можно будет его вылить. И обязательно тонкую вот такую вот насадку, которая позволит вам выливать на сковородку яйцо вот такой тонкой струйкой. После этого ставим сковородочку, пусть она нагревается. Смазываем её маслом хорошенечко. И готовим наше яйцо. Берём рукав, загибаем. Делаем вот такую вот вороночку. Выливаем сюда яйцо. Вот так вот держите обязательно, чтобы не вылилось у вас. Смотрите, какое красивое блюдо у нас с вами получается. Вы можете вовнутрь заматывать бекон, колбаску, сыр, всё что угодно. Но сама идея так поджарить яйцо, это очень быстро, очень вкусно. Благодаря тому, что яйцо тонко прожаривается, оно приобретает совсем другой вкус, чем вы просто его вылейте на сковородку. Делаем вариант номер два. Ну что, ребят, делаем вариант номер два. Берём два яйца. Для этого у нас главный герой будет сито. Ну и, конечно же, инструменты для смазывания сковороды. Взбивачка, лопатка. Вбиваем яйцо. Что? Ты моя помощница? Добавляем специи. Немножко чеснока. Я очень полюбила сушёный чеснок добавлять в яйцо. Это действительно очень вкусно. Взбиваем это всё красивенько. У меня рядом ходят помощники, поэтому если будут какие-то звуки, то всё понятно, ребята. Так, Никины пальчики появляются в кадре. Мама, мама. Мама, мама. Кто здесь? Кто здесь? Аккуратно, здесь горячая сковородка уже. Взбили яйцо. И начинаем делать красивый завтрак деткам или мужу. Ну, кстати, деткам тоже должно понравиться. Мажет ручкой. Моя ты, Любовь. Вот. Видишь, Никулька, как мы делаем? Видишь или не видишь? Вот она, Никулечка. Смазываем сковородку нашу. Вот. Сейчас приступим к этапу. Очень интересно. Ой, я даже не знаю, как у нас получится с вами. Так, разреши маме. Так, смотрите внимательно. Мы должны с вами через это сито пропустить яйцо. Тогда, говорят, яйцо, если так делать, будет очень воздушное. У меня очень мелкое сито. Даю совет сразу. Нужно брать сито покрупнее. У меня такого, к сожалению, нет. Ну, все, оно застряло. И не выливается. Первое полилось, остальное не льется. Почему, не знаю. Ну, тогда сделаем вот так. Лайфхак не удался. Видите, они говорят, пропускайте через сито. Ну, вот у меня вот такое вот сито. И через него ничего не пропустилось. Хотя через это сито я даже варенье протирала. Поэтому или попробовать нужно сито крупнее, или это действительно совет не впрок. Вот, знаете, иногда в интернете находишь там всякие разные секретики. Вот, сделайте так, и будет вам так. А нет, не все работает. Не все говорят честно, иногда ради ярких названий и всего остального. Поэтому не ведитесь, девочки. Проверили, не катят. Покупать специально эти сито какое-то другое для того, чтобы поджарить яйцо, вы сами понимаете, это как минимум не имеет смысла. Пока жарится наше яйцо, я вам скажу, что у нас есть третий вариант жарки яйца. Но для меня он какой-то очень самый экстремальный. Это нужен нам ополовник обязательно. Нужно его еще найти. И в ополовнике прямо на открытом огне жарить это яйцо. Я однозначно это попробую. Мне даже очень интересно, потому что там все так красиво получается. Они заворачивают, разворачивают. Но, опять же, мне кажется, что это не очень получится. Но мы с вами все это проверим. Вот мне прям стало интересно. Мама! Давай, давай, давай. От зрителя секрета нет. Как снимает мама видеоролики с Вероникой вместе. Вот так вот. Вот так вот. По-другому никак. Только ты ручку не трогай, там горячее. Ты мамина помощница? Угу. Да? Мы с тобой два кулинара. Мы жарим яйца. Это все блюда, которые мы умеем готовить. Ням-нямка, скажи, сейчас будет. Хе-хе-хе. Вот, и отсюда ты не упадешь, потому что с графина не более упала. Вот так. Мы сейчас поджарим яйца и пойдем с тобой. Куда? Гулять. Да? Красотка. Аккуратненько. Все горячее. Так, давайте будем пробовать переворачивать наше яйцо. Вот как оно красиво перевернулось. Ну, конечно, я вам скажу, очень даже неплохо перевернулось. Не всегда такие-то переворачиваются. Такой себе блинчик большой получился. Кстати, очень интересно, если вы сюда положите сыр, положите помидорку и еще что-то. И вот так возьмете, так, половиночкой и завернете. Очень будет классно, только ровно заворачивайте, не так, как кулинар Джулия Лайф. Вот так вот делайте. И такой себе вкусный чебуречек у вас получится. Вот, смотрите, как красиво. Если бы там еще была начиночка, было бы вообще супер. Ну, все. Ням-нямки, я думаю, сейчас эта Вероника съест с большим удовольствием. Она любит омлетики, яйца и все такое в разных интерпретациях. Прошлую порцию съела. Ребят, готовлю последний вариант яичницы. Я не знаю даже, как вы это все воспримите, но мне даже очень интересно. Аккуратно, Ника. Что они показывают нам на своих ютуб-каналах, где миллионы просмотров, люди смотрят. Все пишут, Вавка, классно, обязательно сделаю. Но ни одного комментария не нашла, кто бы это уже делал. Поэтому делаю я и вам скажу, катит или не катит. Смазываем ополовник маслом. Обязательно, а то прилипнет. Очень. Разогреваем его. Этот ополовник. Вот так вот. Мама. Вот так. Чем мы занимаемся с тобой, Ника? Нет. Скажи мне, чем мы занимаемся с тобой? Нися. Нися. И будем наливать с вами вот так яйцо. Я взяла ложечку, потому что целое яйцо, мне кажется, с тобой вылить будут неумно. Прямо вот так будем с вами жарить. Вот, оно уже у нас прижаривается, смотрите. Так а сколько же это стоять вот так утром, чтобы сделать завтрак? Да. Да, Ника? Скажи, ну сколько же вот так стоять? Ты сейчас опять упадешь. Вот так вот делаем. Вот так вот. Видите, как оно прижаривается? Ну же, ну же. Также сюда можете ложить начинку. Я пока просто экспериментирую. Начинку можно вообще и грибочки, и сыр, и курочку, и просто помидорку с сыром. Очень будет вкусно и классно. Лайки-лайки Никулька показывает. Ес. Так, ну-ка попробуем сейчас. Покрытие-то не антипригарное, не моё. Боже, это знаете, как отмыть кастрюлю до блеска. Вот что получается. Хотя мы с вами смазали, и хотя мы с вами всё сделали, вот такая лепёха получилась. Поэтому, ребята, не ведитесь, не ведите вот это вот всё. Напишите, какой способ у всех вам больше понравился. Мне кажется, это способ, когда вы делаете вот эту сеточку первой. Потому что он красивый, туда можно что-то завернуть, зелёный лучок и всё такое. А вот это вот всё такая ерунчатина. Просто трата времени. Спасибо всем, кто выдержал эти пытки яйцами. Ну, мне было очень интересно посмотреть, как это работает. И правда ли эти сигналы лайфхаков показывают то, что поможет из джинсов сделать юбку и из шапки сделать жакетик. Вот, поэтому вот с яйцами попробовали. И один-единственный вариант, который может мне подойти. А мы будем снимать дальше влог. Кому влоги не нравятся, можете не смотреть. Я специально впереди планеты всей поставила яйца, как называются мои видео. А дальше мы с Никулькой идём гулять. У нас сегодня культурная программа. Мы впервые за всю нашу болячечку выйдем и погуляем полноценно. Не просто в магазин, не просто в машине куда-то съездим. А пойдём погуляем. И, возможно, сходим к нашему озеру, которое он называет Восьморка. И посмотрим, как там дела. Возьмём хлеб, покормим чай. Смотрите, вот она. Вот это главный кулинар года. И вот они. Скажи всем привет. Скажи, да гулять. Да. Кстати, у нас есть маленькое достижение. У нас с Вероникой третий день без сосочки. Я боюсь при ней говорить это слово. Мне кажется, если я скажу, она вспомнит и будет просить её. Хотя она просила несколько раз. Но она такая без истерики. Ну, что ты там выглядываешь в окошке? Ну, что ты там в окошке-то выглядываешь? Кстати, видите, как у меня хвостик завязывается? Вот так вот он держится без топлива, потому что волосы, наверное, обожжены. И вот так вот что-нибудь он взглядывается. И он держится. Ты моя ебанка. Песали гулять. Всё. Слышишь, как птички поют? Классно, да? И печеньку вкусную купили. И птички поют. Конечно, можно. Бери. Вот она. Ох, как глубоко. Глубоко? Купили чайкам батон. Будем сейчас чай кормить. На восьмёрке там чай много. У нас тут такие хащи. Никто ничего не пообрезал. Это вообще дерево полурасколото. А заборчик, смотрите, какой уже там красивый. Потом пойдём посмотрим, да? Красота какая. Пошли нам туда. Такую арочку там сделали. Вот всё дёшево и сердитом. Молодцы. И Ника такая у себя гуляет. Давай буду, пока ты печеньку кушаешь, нести твою тележку. Вот ты такая. Наберёшь сначала. Смотри, сколько там цветочков, Ника. Видишь, там у кого-то растут цветочки. Когда уже у нашей бабули на даче цветочки будут, бабуля. Смотри, на цветочки нам давай. Будь-будь. Классненько, особенно когда солнышко выходит. Вот так сразу, да? Хорошо. Помню. Бросал камушки, а потом какой-то дядя маме замечание сделал, что Андрей с берега бросает камушки в воду. Он там еще в камень нашел и писал мне какой-то активист нашего города, что значит мой сын бросал камни в воду. А что они делали на берегу эти камушки тогда? В море камушки бросают, в озера, в реки. Ну, короче, хватает, знаете, таких. Отжала кнопочку в кармане, камера включилась и все это время снимала. У нас не осталось зарядки. Сейчас она, наверное, вырубится, но мы гуляем, придем домой и с вами встретимся дома. Ку-ку! Ку-ку! Смотрите, Ку-ку, классную площадку нам поставили пожарной. В прошлом году ставили просто и машины. И там вот вы не представляете. Мы пришли, я просто вырубилась с Вероникой настолько, что проснулась. Даже замерзла. Проснулась. Ника еще спит, а я сбегаю в магазин, куплю кофе. И я просто так хочу кофе. Кофе закончился. Знаете, пока еще собиралась, включила видео, какая-то девочка, блогер, что-то там бегает. В Икею поехала, что-то купила, что-то готовит, что-то... А я вообще понимаю, что я просто не могу, мне вырубает, а настолько хочу спать, ребята. Я не знаю, что происходит, это весна или что-то другое. Просто мне так хочется комочкам, клубочкам согреться с Ника, просто спать весь день и не просыпаться. Бежим в магазин за кофе, ребята. Потому что по-другому я не могу. Я усну, прям в прямом эфире могу уснуть. Показываю вам пиццу, какая у нас получилась. А то мы трансляцию закончили и пиццу не показали. Показываю вам пиццу. Вот такая вкусняшка, одну такую целую съели, одна. И еще сейчас одну сделаю на завтра. И все, три пиццы получается. С двух чашек теплой. К нам бабуля приехала. Красивая, покрасилась. Бабуля, привет. Привет. Как вам бабулина покраска? Кстати, в этот раз хороший цвет. Мы получили шуми. У нас дети делают дурдом. Тут мама накупила сегодня в Еве всяких штучек. Дезодорантов моющих для посуды. Кстати, на эту сарму у меня аллергия на руках. Высыпка такая, да, она моет супер. И она и густая. Ее надолго хватает. Но у меня сыпь такая капец. Прям крапивница. Чешет. А, ты ж помнишь, да, мои руки? Ну, у меня стало дым. Ну, хорошо. Мы тут, в общем, пока маму красили, приготовили ужин. Рыбка у нас жареная, салатик, лучок с яйцом, тушеная капусточка у нас с грибами, с курицей и гречкой. Я буду тушить рыбку с морковочкой с лями перекладывать. Но пока мама есть, то я быстренько сделала так. Сейчас поужинаем. Потелька у нас с воды. Тут у нас постельки, подушечки. Сегодня я делала уборку, все поубирала, пропылесосила, пока мама погуляла с детьми. А теперь у нас вот так вот. Чистота у нас не задерживается. Мама свидетель, было чисто. Вот своей любимой утятнице, она для меня как новая, знаете, стала. Сделала я капусту, вытяжка шумит, можно уже выключить. А в духовке мне еще эти, буду, видите, рыбу дожаривать, еще все. Я когда готовлю, у меня вот так всегда. Очки как? Это новые очки? Ой, ты мне какую-то женщину не всегда напоминаешь. Не Юлию, а Тимошенко. Не, не ее. А мне говорили, что ее. Такую рыжую с короткой стрижкой, я что-то не знаю. Какая-то знакомая, кстати, твоя. Мы недавно проезжали, кстати, с Димой мимо двора. У нас Тепана Бандера, да? Так хотелось зайти, погулять у нас с детьми. Ну, мы спешили, нам надо было и туда за треноги заехать, и туда, и сюда. А-а-а. Я как-то Ніку отведу в садик. Так, я в другую змену на работу. Что ты в другую змену на работу? Ходила цей теждень. Я? Я. Куда ж ты ходила? Я ходила. Я мимо двора ходила. На Степана Бандера. А ты куда ходила? А, на Степана Бандера, я думала, вкосила меня. Не, я. Медвир, ну, воспоминания, подъезд, дорожки, скаты. Я помню, где я на санках съезжала. Жея, крылечка, там, туда-сюда, домой. Это же воспоминания с детства. А, ты, кстати, тоже в той квартире выросла? Да. Ты же тоже с детства прям с роддома там? Ну, она из роддома. А, где ты ж? А, вы в общежитии жили сначала? А уже... А в каком общежитии? Там, возле Покровского? Нет. Да, возле Покровского. Да, 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 там общежитие такое. Возле парка. Возле парка, да. Ты, по-моему, даже мне окно как-то показывала. В том-то окне. Да, показываю. В том окне, это-то-то. Ой, надо как-то погулять с тобой там, мама. Покажешь. А то я уже, да, я так вроде и помню. Что ты там по тем кармашкам, за три гроши растыкаешь? Там на дорогу. Там. На дорогу. Волнуется, чтобы... Не, надо дорогу, чтобы все было готово. Пошли обедать. Ой, ужинать. Я пойду. Так, стоит цвет волос. Раньше бабуля меня так расчесывала. Надо тиши сделать. Чем-то. И, кстати, Ника сидит. Да, она доверяет. Можно Ники косички, прически заплетать. Она будет сидеть. Она будет сидеть. Как ты все плакала, что ты бедешь? Ну, я ее просто никогда не дергаю. Я стараюсь так, чтобы она не боялась потом. Ей раз подергать, она потом уже тоже сидеть не будет. Вероника. Вероника. Ну, спортсмен. Вон она. Вон она, папа. В руки ее. Ну, садитесь за стол. О! Сычка. Покажи, Нику. Никулик. Красивая какая. Красивая девочка. Красотка. Пошли, ням-ням. Это красота. Ника, пошли, ням-ням. Боже, Андрей, что ты делаешь? Пошли, ням-ням.